Наш Крым Наш Крым является таким объединением для всех народов Крыма, полуострова, и там культура, обычаи, традиции, все вместе. Ну а все-таки, как появилась идея создания такого интересного журнала? Дело в том, что эта идея витала в воздухе уже давно, потому что некоторые национально-культурные общества тогда имели свои издания. В частности, армянское общество всегда имело свой журнал, который называется «Голуб Масиса». Болгары издавали свою газету, издавался «Хофнунг» — немецкая газета, издавалась «Таврика» — греческая газета. Но основная часть национально-культурных обществ не имела свои издания. Естественно, малые народы, которых не так уж много в Крыму, они тоже имеют право рассказать о себе, сказать, как они живут, какие у них традиции. И в этом ведь наше богатство. И поэтому было принято решение о создании вот этого журнала «Наш Крым». Когда меня пригласили руководить этим журналом, так как у меня был большой опыт в этом отношении, не только делать журнал, но и делать журнал межнациональный, скажем так. Потому что я в свое время издавал журнал «Созвездие наука, культура, спорт» в СНГ, в Москве, где мы рассказывали практически о всех народах, живущих в бывшем пространстве Советского Союза. И я с удовольствием согласился только с одной оговоркой, что этот журнал будет не политическим, а культурно-просветительским. Потому что в национальной политике, скажем так, очень много тонкостей, которые мы должны соблюдать. Поэтому мы решили, что именно этот формат культурно-просветительского журнала будет полезен для всех народов Крыма. Мы будем больше знать о друг друге, и не только. И мы хотим также показать всему миру, что здесь народы живут дружно, что каждый из них имеет возможность сохранить свои национальные традиции, свой язык, свою культуру. А кто является спонсором журнала? Ну, спонсор — это много, так сказать, очень высокое слово. Журнал учрежден Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан и медиа-центром имени Гаспринского. То есть это полностью государственный журнал. И поэтому здесь мы должны учитывать всю государственную политику в национальном вопросе. Но, опять-таки, я говорю, не трогая аспекты политические. Конечно, мы можем рассказать о народной дипломатике, как оно развивается в Крыму, чем оно помогает для того, чтобы признал весь мир Крым как часть России. Но в основном мы рассказываем, какие мероприятия проводят национально-культурные, автономные, какие интересные встречи, какие есть знаменитые люди, представители разных народов Крыма. Мы стараемся никого не обидеть. Поэтому у нас все время возникает одна проблема — не хватает страниц. Потому что сейчас, особенно в последние годы, деятельность национально-культурных обществ в этом отношении очень активизировалась. И нас не хватает очень малых штатов, к сожалению. Наши корреспонденты не успевают побывать во всех мероприятиях. Но мы стараемся не обходить стороной ни одной из мероприятий. Независимо от того, это малый народ, или это титульный народ, или это депортированные народы Крыма. И думаю, что у нас получается. Ваган Лазгинович, все-таки интересно, как часто выходит этот журнал? Журнал ежеквартальный, так и изначально был заложен. Во-первых, это связано с финансированием. Во-вторых, мы должны набрать соответствующий материал, который приходит от разных национально-культурных обществ. Дело в том, что некоторые проводят свои... Сейчас все проводят Дни национальной культуры в Крыму. И, естественно, это приходит в разное время года. Но выходить каждый месяц... Для этого есть и национально-культурные общества, и газеты. Есть ежедневные газеты, которые выходят, те же крымско-татарские, и журналы, и газеты, и Милет, и Освещает, и Амидуния. В общем, есть газеты, которые более оперативно на это реагируют, еженедельные или каждодневные. А мы стараемся создать историю крымских этносов. Мы стараемся создать такой материал, который будет интересен всем. У нас федеральная регистрация журнала. Конечно, сейчас есть проблемы в том, что российская почта пока что не имеет возможности распространять крымские издания по всей России. Но мы, используя свои связи, эти журналы попадают и в Москву, и в Ленинград, и в Санкт-Петербург. Они есть и в национальной библиотеке, они есть и в исторической библиотеке в Санкт-Петербурге. Также мы эти журналы каким-то образом пересылаем и на историческую эрозию тех народов, которые здесь живут. То есть это журнал оказывается и в Болгарии, и в Армении, и в Германии. И это бывает интересно тем людям, которые, во всяком случае, читают на русском языке. Расскажите, пожалуйста, о вашей команде. Сколько человек у вас работают? Ой, такой сложный вопрос. У нас очень маленькое количество штатов, но они все профессионалы, они все люди разных национальностей. И мы стараемся сделать так, чтобы каждый из них говорил не только о себе, но и, естественно, о других народах. Еще дело в том, что в обязанности редакции журнала «Наш Крым» входит также и издание национальных газет и журналов. Мы также издаем газету «Таврика», газету «Хофнунг», журнал «Голубь Массиса». И вот сейчас появляется возможность уже издавать и болгарскую газету «Извор», которая давно не издавалась. Издается «Казачий вестник», который сами... На русском языке или? Эти все газеты, они двуязычные, если имеется в виду и армянский журнал, и переческий, и немецкий, они двуязычные. Но все зависит от того, сколько человек читают. Понятно, что сейчас немцев, владеющих немецким языком, не так уж много в Крыму, скажем так. Потому что это этнические немцы, которые уже несколько поколений живут в Российской Федерации, в России практически. Поэтому мы стараемся, если даже дается какой-то материал на немецком языке, дать описание хотя бы на русском языке и наоборот. То же самое в армянском журнале «Голубь Массиса». Мы стараемся, чтобы люди... Мы не только армяне считали о себе, скажем так, но и другие национальности. Насколько... Если мы лучше будем знать друг друга, мы более дружно будем жить. Вы сказали, что команда не такая большая. И еще параллельно на каждого редактора возложена ответственность за выпуск других национальных газет и журналов. Все-таки хотелось бы узнать, раз команда маленькая, то, соответственно, должно быть активность со стороны непосредственного читателя, непосредственных представителей национальности Крыма. Как проходят? Насколько они активны? Насколько часто они предоставляют вам свой материал? Возможно, видео, фото, ресурсы, которые вы в дальнейшем используете в журналах? Ну, понятно, что видеоресурс нам не очень нужен. Если мы приходим... В телевидение. Можно вырезать фотографии. Ну, так тоже можно, но уже это не полиграфически, скажем так, непригодно. Мы, конечно, сами стараемся присутствовать на всех мероприятиях, потому что мы регулярно получаем информацию, что где творится. Эта информация в основном к нам приходит или из Госкомнации непосредственно, или приходит из Дома дружбы народов, которые, вы знаете, что уже несколько лет принимают активное участие в организации всех мероприятий. Кроме того, нам звонят и приходят в редакцию руководители национальных культурных объединений, и мы стараемся обязательно быть на их мероприятии. Но если это не получается, мы просим их сделать просто качественные фотографии и дать нам материал, хотя бы такую информацию, сухую информацию. А мы стараемся из него сделать уже более интересный материал. Конечно, мы в журнале затрагиваем не только нынешний день народов Крыма, но и рассказываем об этнической истории. Здесь целая серия статей профессора Герцена, который рассказывает об истории народов Крыма, он продолжается. Мы стараемся рассказывать также об интересных людях. Вот так как у Сергея Якубовича Якубова было 80-летним в этом году, мы сделали обширное интервью с ним. Это выдающийся человек, очень уважаемый среди всех народов Крыма. Я с удовольствием сам проводил с ним интервью. И просто цитата из его выражения «Есть понятие священности», оно показывает суть отношения, его отношения к своему народу. Я вижу, в молодости его. Да, его отношения не только к своему народу, но и к другим народам Крыма. Человек, который был успешным, скажем так, и при Советском Союзе, кто был в Узбекистане, и при Украине, и ныне при Российской Федерации. Потому что он является настоящим интернационалистом. Но он очень многое сделал для своего народа. Никто, наверное, ни один политик не сделал то, что сделал Февзия Кубович. Возможно, возможно. Смотрите, вот на данный момент уже представлены три журнала, три выпуска. Нет, у нас уже пять выпусков. Я просто взял так, сказать... Нет, просто я смотрю номер один, номер два, номер три. Это 2017 года. Это 2017 года. То есть еще один ожидается, или он уже... Да, он уже в печати, он скоро выйдет уже. Что ожидать в последнем выпуске этого года? Во-первых, я не сказал об одной важной вещи. Ага, пожалуйста. Мы приняли такое решение, что каждый, начиная с первого номера 2017 года, каждый журнал, помимо остальной информации, будет рассказывать об одном из народов Крыма в алфавитном порядке. Как энциклопедия. Да, как энциклопедия. Мы как раз и из энциклопедии народов Крыма берем этот материал специально, остальные материалы мы сами добавляем. То есть об истории этого этноса в Крыму мы берем из официального источника, чтобы не было каких-либо кривотолков. Вы знаете, что разные люди, разные ученые по-разному подходят к истории одного и другого народа. Поэтому мы стараемся дать официальную версию. А все остальное о нынешнем дне, о их мероприятиях, что они делают сейчас, плюс интервью, может быть, с председателем, мы стараемся дать уже сами рассказываем. Ну, в алфавитном порядке первым, понятно, азербайджанцы, потом вышли армяне, потом белорусы, а сейчас в этом номере будут болгары. Мы расскажем об истории этого народа. И каждый раз для себя открываете новые возможности и знакомитесь с новой культурой. Да, конечно. Но, скажем так, я в этой сфере уже работаю 25 лет. Я прекрасно знаю этих людей, которые очень давно, скажем так, в своем национальном движении, если можно так сказать. Люди, которые с большим энтузиазмом взялись за то, чтобы сохранить свои национальные традиции, культуру, язык. Не всегда все, конечно, получается, не всегда удается сохранить свой родной язык, особенно тогда, когда народ малочисленный. Но то, что культурные традиции есть, то, что остается душа, в душе человек остается болгарином, азербайджанцем, армином и так далее, это очень важно. Мы в свое время ездили в Венгрию, и там была большая община транссильванских армян, которые еще в 16 веке и так далее нашли приют там. Они, никто из них не говорил практически на армянском языке, но они пели молитву «Отче наш» на армянском языке и четко, потому что у них душа все-таки осталась армянским, они оставили свою национальную веру и стараются каким-то образом приблизиться к армянской культуре. И поэтому даже позвали нашу ансамбль «Оржат», чтобы он выступил там с концерта. Ваган Васгинович, все-таки есть еще один момент. Несмотря на то, что журнал выходит так редко, я хотел бы уточнить, какое количество людей все-таки на него подписано, и есть ли возможность подписываться к следующему году, уже подготовиться заранее? Я скажу, что журнал сначала не имел подписки, потому что он считался, скажем так, пока экспериментальным. Но когда уже было понятно, что мы вышли на те показатели, которые нам нужно сделать, потому что я сам не очень верил, что с такой маленькой командой можно будет издать полноцветный журнал «48 полос» хоть и раз в три месяца. Но мы смогли выйти на это, и на второе полугодие у нас была маленькая-маленькая подписка. Основная подписка пойдет уже, вот сейчас идет наша подписка на первое полугодие 2018 года. К сожалению, Крымпочта не подписывает на целый год, но мы понимаем, что очень быстро меняются цены, поэтому все зависит от этого. Но мы постараемся даже каким-то образом это использовать в интересах журнала, потому что все-таки «48 полос» не хватает для того, чтобы мы хотели бы, чтобы у нас были большие фотографии, чтобы журнал был более красочным, несмотря на то, что он иллюстрированный, мы хотели бы поместить. Но есть и технические трудности, пока нет соответствующей фотоаппаратуры. Но представьте себе, что у всех крымского журнала нет фотокорреспондентов. Но использую свой опыт, стараюсь сам сделать, мои сотрудники каким-то образом в этом участвуют. Участвуют, но все-таки пока штат не укомплектован, нам очень трудно выходить. Но сейчас идет подписка, оживленная. Мы стараемся быть во всех национально-культурных обществах, в библиотеках и так далее. Я скажу, что журнал будет нужен для каждой библиотеки, для каждой школы, для каждого учреждения, для каждого высшего учебного заведения и среднеспециального учебного заведения. Потому что к нам часто обращаются, вы знаете, в любое общество обращаются. Вот мы хотим сделать праздник культуры народов Крыма. Нам нужна информация. Вот вся информация будет здесь, в этом журнале. И не только, ведь еще раз говорю, что мы лучше узнаем о друг друге, об истории друг друга. Пока вот мы в этом году решили на обложке, первой странице обложки, давать, так сказать, исторические памятники, историко-культурные памятники Крыма. Это будет такая серия. На следующий год мы, может быть, каким-то образом поменяем формат. Может, это будут представители разных народов в своих национальных костюмах. Или уже будут сюжетные фотографии. Пока что дизайн этого журнала уточняется, корректируется. Ну, слава богу, что с каждым номером он становится интереснее, краще журнал. А это сейчас очень важная вещь для... Ну, и я прошу, чтобы и все национальные культурные общества подписывались на этот журнал. Подписной индекс 75-299. В любом отделении Крымпочты можно подписаться. Цена на первое полугодие? Около 300 рублей. Не доходит даже до 300 рублей. Я понял. Спасибо огромное, что сегодня посетили нас. На самом деле, мы желаем вам только дальнейших успехов. Побольше выпусков. Пускай он будет ежемесячный. Мне кажется, даже интереснее будет. Таким образом, останется такое же количество страниц, но будет больше возможностей для новых статей. Можно и так. Да. Спасибо огромное. Желаем вам творческих успехов. Спасибо вам. И ждем вас еще не раз в гости. Желаю вам, также молодым коллегам, успехов в творчестве. Спасибо. И чтобы милет процветал. И чтобы был интересен для всех-всех народов Крыма. Чех сало у нас. Продолжение следует...